Со слов благодарности избирателям начал свое выступление в Москве председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Теперь, отметил он партии, предстоит самое трудное — оправдать доверие россиян. Он подчеркнул, что общество ждет новых подходов к решению текущих вопросов. Поэтому одна из основных задач — сформировать партию нового типа. За последние годы россияне увидели в «Единой России» цитата «живую структуру», которая слышит их, готова к открытому диалогу и совместной работе. На заседании выбрали кандидатов от партии на ключевые посты в Госдуме. На пост председателя Госдумы выдвинули Вячеслава Володина. На должность вице-спикеров Дмитрий Медведев предложил Сергея Неверова, Александра Жукова, Владимира Васильева, Ирину Юровую и Петра Толстого. После заседания своим впечатлением об итогах выборной кампании и надеждами на то, как проявят себя депутаты Госдумы от Самарской области в ближайшие пять лет, поделился губернатор Николай Меркушкин. Понятно, что в этой непростой обстановке предстоит очень-очень много сделать. И я думаю, состав, который мы направили в Государственную Думу и по одномандатникам, и по партийным спискам, он способен здесь очень достойно отработать все, что будет поручено нашим депутатам. Но и у нас, у себя, местная губернская дума, мы совместно с правительством сделаем все, чтобы те наказы людей, просьбы людей, чаяния людей были максимально реализованы. На заседании Совета партии прозвучало, что Единая Россия должна обеспечить законодательную платформу для ответа на экономические вызовы, стоящие сегодня перед страной. Повышение благосостояния россиян обеспечит политическую стабильность в стране. Я считаю, что это яркая победа. Почему? Потому что жить-то стало нам сложнее. А в этот период, когда у людей, у многих, и сокращение рабочих мест, и проблемы с зарплатами, и многие другие социальные вопросы появились, мы набрали еще много голосов. В том числе победили все наши мандатники в нашей области. И здесь, понимаете, 343 делегата Единой России. Такого не было никогда. Нижняя палата парламента соберется на свое первое заседание 5 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Андрей Горгуленко, Виктория Шарая. События.